Если мы выведем качели из положения равновесия и отпустим их, они будут качаться с определенной собственной частотой. Чтобы раскачать качели посильнее, надо подталкивать их с такой же частотой, и тогда периодические внешние толчки попадут в такт с собственными колебаниями качелей. Сделаем опыт с качающимся маятником. Отведем его в сторону и отпустим. Маятник качается, делая 48 колебаний в минуту. Значит, собственная частота его колебаний равна 0,8 Гц. Мы подвесили маятник к генератору механических колебаний. Пусть генератор тоже работает на частоте 0,8 Гц. Посмотрите, как быстро и сильно раскачивается маятник. Раскачка собственных колебаний системы внешней силой, действующей на той же частоте, называется резонансом. Остановим маятник и уменьшим частоту всего на 0,1 Гц. Маятник пытается раскачаться и тут же останавливается. Ведь теперь внешние толчки уже не попадают в такт с собственными колебаниями маятника. И раскачать его не удается. Наверное, вы все слышали историю о том, как рота солдат маршировала по мосту. Мост стал раскачиваться в ритме этого марша и обрушился. Оказывается, такие катастрофы происходили не раз. В армиях разных стран мира был издан приказ. При переходе через мост солдаты должны идти не в ногу. Упругие конструкции, такие как мост или крыло самолета, обычно обладают целым рядом собственных частот. И на каждой частоте может происходить резонансная раскачка колебаний. Для примера возьмем обруч из упругой ленты и установим его на генератор колебаний. Будем постепенно увеличивать частоту колебаний, начиная с 1 Гц. Частота поднялась до 5 Гц, и обруч вошел в первый резонанс. Идем дальше. Частота поднялась до 18 Гц. Это второй резонанс. Здесь хорошо видны узлы и пучности колеблющегося обруча. Идем еще дальше. Частота поднялась до 37 Гц. Это третий резонанс. Здесь узлов и пучностей стало еще больше. А еще рассказывают, что великий русский певец Федор Иванович Шаляпин силой своего голоса мог разбивать стаканы и бокалы. У бокала есть собственная частота колебаний. Вы услышите звук с этой частотой, если не сильно ударите ложечкой по краю бокала. Чтобы бокал разбился, певцу нужно подстроить частоту своего голоса под собственную частоту колебаний бокала. Стенки бокала начнут резонировать, раскачиваясь все сильнее и сильнее. И в конце концов бокал не выдержит возникающих в нем напряжений. Возьмем два камертона, настроенных на одну частоту, и поставим их друг напротив друга. Ударим по одному камертону. И зажмем его ножки. Вы слышите звук. Это звучит второй камертон, а ведь мы по нему не били. Дело в том, что первый камертон раскачал колебания своего резонаторного ящика. Этот звук по воздуху возбудил колебания второго резонаторного ящика, а от них загудел и сам второй камертон. Когда мы видим вот это изображение, это мексиканское землетрясение, мы видим, что маленькие здания разрушились, а большие стоят. В чем проблема? Это проблема в резонансе. Так что каждое здание резонирует с чем-то. Чтобы понять этот феномен, мы можем провести маленький эксперимент просто с автоматический электрический шуруповерт, и мы просто подключаем к нему эксцентрик, и мы видим, как работает эта система на масштабных зданиях. Мы видим, как большие здания резонируют, но мы увеличиваем скорость, и начинают средние резонировать, и в конце концов еще увеличиваем скорость, и мы видим, как маленькое здание резонирует слишком много, и разрушается, и дело не в фундаменте. И маленькое падает, и резонансная частота поможет нам срезонировать и предотвратить резонанс. Почему любые музыкальные инструменты и горны имеют такую форму? И чтобы ответить на этот вопрос, мы увеличили вот это до этого. И что мы получили? Вот такой залог. Без электричества. Просто такое увеличение за счет резонанса и частоты. О, мой бог! Это, как, 8 месяцев работы. Это первое время мы взялись в первую работу. И это, как-то, БЕХИНД! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 кувшины встроены в купол. Для чего? Как работали с звуком наши предки? Со звуком можно делать удивительные вещи. Можно сверлить отверстия любой формы и практически любого размера, чего невозможно обычно методами. Сейчас эти технологии скрыты почему-то. Вопрос, кто я скрыл, зачем? Посмотрите, это было известно еще в 60-е годы. Купол это тот же самый резонатор Геймгольдсу. Форма одинаковая и не просто так. Посмотрите, у каждого купола есть своя резонирующая частота. Соответственно, мы знаем на какой частоте работают земля и небо. Сигнал гоняется туда-сюда. Помимо большого купола всегда есть маленький подстроечный. Об этом чуть позже. Посмотрите, даже в стенах на равном расстоянии устроены резонаторы. Геймгольдс вшиты. Голосники. Они и в стенах, и на уклонах, на сводах. Подстройка под нужную частоту. Гляньте, для чего это происходит. Хочу вам показать, что не забывайте, что этот шум, в нем есть уже любые нужные частоты. То есть, это спектр всех частот. То есть, если мы настраиваем резонанс на какую-то частоту, то, естественно, мы ее возьмем, то есть, как генератор. Был бы контур. Да, то есть, вот вам простейший генератор. Если правильно контур настроить, то сразу же получите из белого шума, то есть, из эфира радиоволнового, например, эту частоту. Например, если сделать фильтр, то вообще частотный. Потом мы только будем брать нужную частоту для генерации. И то, очень-очень. и на высокий фрекции, ну, это немного гиглой здесь, потому что это не имеет никакого модера, но, в общем, этот фрактор не двигается на высокий уровень. Вот здесь я увеличил фракции, мы в большом уровне, и вот что происходит, что очень маленькая масса, что в моей голове происходит очень много времени на верхней фракции, Досно-досно-досно-мод, лоер-фрекции, мое-то. Все это значит. Мы имеем очень эффективный актуальным систем, где очень небольшой энергии в альтернативе проводится огромная мощность excursion или мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-вое. Это техника behind bass радиators. Они дают лучше bass, более эффективно, и скорее дисторошию. Конечно, это очень хороший, это рис и постепенно начинаем поднимать частоту доходим до того момента когда рисинки перестают дребезжать смотрим на частоту видим что это 45 герц такова настройка моего фазоинвертера при дальнейшем повышении частоты видно что рисинки опять начинают дребезжать это означает уход с резонансной частоты попробуем закрыть один из портов на резонансной частоте и как видно она уходит предположим что наш сабвуфер не настроен и мы хотим настроить его на частоту 38 герц для этого сделаем простые трубки из бумаги которые будут служить у нас портами если у вас отверстие одно значит вам надо сделать одну трубку которая будет являться у вас портом вставляем импровизированные порты в отверстие и пробегаемся по частотам от 20 до 100 герц ища резонанс если резонанс наблюдается на те выше чем которая нам нужна то подрезаем трубки если резонанс ниже чем надо то трубки надо наоборот длинять задача заключается в том чтобы подобрать такую длину трубок при которой рисинки на 38 герцах будут лежать и не проявлять никакой активности если не удается поймать момент затихания крупинок то можно небольшом диапазоне поиграться громкостью звука также есть несколько закономерностей чем шире отверстие тем длиннее получают то есть а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Один большой парочка Подстроечных резонаторных рядом Всегда Не важно в каких храмах В мусульманских мечетах Тоже самое В кундуйских храмах Тоже самое Резонаторные окошки Колонны Тоже по принципу Золотого сечения Резонаторы Купола Много ярост Это одновременно и конденсаторы И руборные антенны И операционные Контуры Великолепны Вот второй Купол с резонаторами рядом Вот тоже второй Подстроечный купол с резонаторами рядом Одна и та же система везде Спасибо за внимание Всего хорошего До свидания Продолжение следует... 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 Продолжение следует...